Об итогах экономического развития региона журналистам на пресс-конференции рассказал первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков. Он рассказал о том, как продвигаются дела с поиском инвестора для строительства завода синтетических волокон. Павел Коньков сообщил, что нефтяники вкладывать деньги в строительство завода не хотят, но обещают в будущем снабжать предприятие свырьем. Однако нашелся человек, который готов инвестировать более 2 миллиардов рублей. Я пока не уполномочен его называть. Мы сегодня работаем над организацией встречи губернатора с ним. Единственное, что вам скажу, что это один из российских миллиардеров. Это не решение еще, это не подпись под договором, это не протокол, но это, будем говорить, такой существенный первый положительный, позитивный, когда человек, который эти деньги имеет, это мы однозначно можем сказать, говорит, что он готов вкладываться в наш проект, он ему понятен, он считает его перспективным. На пресс-конференции был затронут еще один важный вопрос – выделение земли многодетным семьям. Основные трудности с предоставлением участков возникают в Иванове и Ивановском районе. Общей проблемой для всех муниципалитетов является отсутствие инфраструктуры. На подведение коммуникации нужны серьезные денежные вложения. Речь идет о миллиардах рублей. Задача с учетом изменения заказательства усложнилась серьезнейшим образом. То есть, если раньше мы считали, что нам нужно выделять порядка 800 участков в год, то сегодня с учетом того, что эти земли стали быть положены всем многодетным семьям, а не только тем, кто родил этого ребенка, то потенциально к нам за землей могут прийти порядка 4 тысяч человек. Павел Коньков сообщил, что возможно вскоре кондитерская фабрика «Красная Заря» возобновит производственную деятельность. В настоящее время ведутся переговоры с главным кредитором. В правительстве прилагают все усилия, чтобы вновь наладить производство кондитерских изделий в Иванове.